Солнце весело играло бликами на завитушках бронзовой вывески, слепя глаза и мешая разобрать вычурные буквы. Я прищурилась. Нотариальная контора Вольф и партнеры основана... Дату за особенно жирным солнечным зайчиком рассмотреть не удалось, но я и не слишком старалась. Все-таки несколько лет работаю в городском архиве и уже знакома с такими любителями истории. Кто-то разыскивал родовитых предков и ничуть не смущался, если выяснялось, что искомые предки не имеют никакого отношения к потливому потомку. А кто-то вроде владельцев этой конторы любил красивые даты на вывесках. Один из моих коллег получал приличную прибавку к зарплате, как раз собирая упоминания о кофейнях, ресторанах и прочих старинных предприятиях нашего города. А потом эти заведения внезапно возрождались из небытия шустрыми дельцами. Так что солидному уточнению я придала не больше значения, чем одно из завитушек, окаймлявших кованную табличку и толкнула тяжелую входную дверь. Интерьер оказался с родней вывески. Массивная мебель под старину, высокие потолки с золоченой лепниной и застекленные шкафы, забитые толстыми книгами в кожаных переплетах. Мысленно прикинув, во что мог вылиться владельцам подобный антураж, я присвистнула и полезла в сумку за утренним письмом. Не может быть, чтобы меня пригласили именно сюда. Но адрес совпадал до последней буквы. Я, наконец, отлипла отрезной створки двери и шагнула на пушистый кремовый ковер. И словно нажала на невидимый звонок, в противоположной стене распахнулся шкаф. Нет, я ничего не перепутала и не сошла скоропостижно с ума. Большой книжный шкаф плавно очертил ножками полуокружность, впуская в пустынный холл сноб света, гул голосов и мужчину в костюме, заверсту выдававшим в нем юриста. Только это племя носят такие отутюженные темные костюмы из матовой ткани, словно вопящие. Моя цена, как твоя зарплата за год. Не тебе со мной тягаться. Впрочем, стоило дядьке подойти ближе, как я поняла, что костюмом его сходство с адвокатом и заканчивается. Ростом под два метра, широкоплечий, с буйной гривой непослушных, чуть тронутых сединой волос, он напоминал бывшего спортсмена-тяжеловеса, в крайнем случае героя какого-нибудь боевика. — Секлетинья Ивановна! — здоровяк распахнул медвежье объятие и пошел на меня. А мы уж заждались! Я попятилась, опишев от такого буйного приветствия, и будто задела очередную кнопку. Из-за портьеры в том месте, где, по моему пониманию, должно было бы находиться окно, мягко выдвинулся еще один атлет. Но если первый был тяжеловесом, то этот казался спринтером — узкое лицо с тонкими аристократическими чертами, волосы, отливающие медью, гладко зачесаны назад, и ко всему этому длинные пальцы пианиста. Но что-то мне подсказывало, что приди ему в голову свернуть мне шею, это заняло бы у него едва ли не меньше времени, чем у громилы из шкафа. — Не волнуйтесь, Секлетинья Ивановна! — вкратчего проговорил медноволосый, бесшумно подходя ближе. — Здесь вас никто не обидит, контора гарантирует. Простите, что вас не встретили, но мы должны были убедиться, что вы не преподнесете нам какой-нибудь неприятный сюрприз. Пока я, убаюканная его тоном, хлопала глазами и пыталась сообразить, какой такой неприятный сюрприз могла бы устроить этим великанам скромная сотрудница архива весом 52 кило, меня мягко подхватили под локоть и повлекли к гостеприимно распахнутому шкафу. — Прошу сюда, Секлетинья Ивановна! — продолжал ворковать мужчина, склонившись к моему уху. — Вы удивительно пунктуальны, и не обращайте внимания на господина Бера, он у нас по хозяйственной, так сказать, части, а по наследству это вам в первую очередь ко мне. Я Фокс, Генри Фокс, к вашим услугам, прошу. Он усадил меня в широкое кожаное кресло и предупредительно пододвинул небольшой столик. — Чай, кофе, молоко или что-нибудь другое? — Чай, наверное. — кое-как выдавила из себя я, во все глаза рассматривая хозяина огромного кабинета. В том, что сидевший за столом здоровяк являлся именно хозяином, не возникало никаких сомнений. Это сквозило в каждом взгляде седого гиганта, в каждом движении, в каждом слове, небрежно роняемом в ответ на пространные монологии его визави. А вот тот внушал скорее какую-то иррациональную годливость. Совершенно лысый, стройный как хлыст, он постоянно находился в движении, хотя ни разу не поднялся с места за то время, что я ждала обещанный чай. Мало того, он притягивал взгляд как магнит. — Секлетение, Ивановна! — послышал сбоку, и я вдруг поняла, что не могу посмотреть куда-то еще, кроме этой узкой спины, обтянутой светлой тканью пиджака. Боковым зрением я уловила какую-то тень, и секунду спустя передо мной вырос медноволосый, закрывая неприятного человека. Я со свистом втянула в воздух, словно не дышала все это время. Фокс с недоумением оглянулся через плечо и тут же расползся в понимающей улыбке. — Не волнуйтесь, это господин Снэйк. Он на всех производит такое впечатление. Я сам себя несколько неуверенно чувствую в его присутствии, но это ни о чем не говорит. Милейший человек, милейший. Он у нас по кредитам и займам. — Понятно. — машинально отозвалась я, хотя не понимала ровным счетом ничего. — Ваш чай, Секлетение, Ивановна? Он сел напротив, заботливо пододвинув кресло так, чтобы перекрыть мне вид на специалиста по кредитам. Маневр я оценила и с благодарностью кивнув пригубила ароматный чай. — Итак, давайте поговорим о вашем наследстве. — Фокс выложил на столик большую кожаную папку. — Уладим, так сказать, все формальности. — Мне действительно оставили что-то в наследство. Я, наконец, сумела выбросить из головы мысли о розыгрыше. Ни у кого из моих знакомых не было денег на шуточки такого масштаба. На освободившееся место тут же полезли радужные мечты о ремонте в коммуналке. А может быть, чем черт не шутит, пока Бог спит, и отдельной квартире? — Разумеется, — снова улыбнулся Рыжий. — Иначе мы бы с вами тут не сидели. Вы не поверите, но нам пришлось хорошо потрудиться, чтобы найти вас. Я кинула взглядом богатое убранство кабинета, недешевые костюмы странных юристов, и в душе снова зашевелились подозрения. — Разве найти меня такая проблема? Я ни от кого не прячусь. — Вы — да, но поиски в мире жив людей — не наша специализация. Пришлось спешно осваивать новое, вспоминать забытое старое. Непонятные оговорки Фокса превратили смутные подозрения в реальное беспокойство. — И что же мне такое завещали? — натужно рассмеялась я. — Надеюсь, не кредиты и займы? — О нет, что вы! Рыжий тоже отпустил смешок. Правда, получилось у него это куда натуральнее чем у меня. В отношении вашей собственности подобные сделки не рассматриваются. Индивидуальные особенности, так сказать. Но перейдем к делу. Если позволите, я буду говорить своими словами, специфические формулировки вряд ли будут вам понятны. Мне недоверчиво поморщилось. — Потом вы сможете прочитать все сами, если у вас возникнет такое желание. — Быстро добавил он, поймав мой взгляд. — Пока не прочитаю, ничего подписывать не буду, предупредила я. — Разумеется, — деловито закивал Фокс. Но в его голосе мне почудилось то ли облегчение. Впрочем, задуматься, что бы это значило, мне не позволили. — Ваша двоюродная бабка по монтеринской линии завещала вам следующее имущество, — быстро затараторил Рыжий. — Особняк врата и прилегающий участок. — Это у нас в городе, что ли? — опишет переспросила я. — Работая в архиве, я не расталкивалась с манерой местных жителей давать домам имена вместо номеров. Конечно, в наше время это превратилось в милую причуду, но документы прошлого века пестрили разнообразными обителями, звездами и сердцами. Больше всего почему-то было именно сердец. Порой мне приходилось перелопатить горы пыльных бумажек, прежде чем я хоть примерно могла понять, о каком доме вообще идет речь. Но вот ворота до сих пор не попадались. — Да, конечно, — невнимательно отмахнулся от моего вопроса Фокс, сосредоточенно разыскивая что-то в бумагах. — Это там, где Ореховая горка. Старое кладбище знаете? Ну вот. Орешку, торчащую почти в центре города, я знала, как и заброшенное кладбище у ее подножия. Там давно никого не хоронили, но вездесущие строители высоток, как ни странно, так и не сумели справиться с табличкой «Исторический памятник охраняется государством». И заросшая орешником горка вместе с покосившимися крестами и полуразвалившейся церквушкой выглядела так же, как и на фотографиях прошлого века. Бывала я там редко, а потому навскидку сообразить, какой из окрестных домов прочь от ней в собственность не смогла. Но уже само понятие «особняк» вселяло оптимизм. Больше никаких очередей к умывальнику по утрам, исчезающих из холодильника продуктов и графика посещений в туалете. Где-то на задворках сознания здравый смысл нашептывал, что «мне так не повезет, ни за что на свете, и особняк вполне может оказаться непригодными для жизни развалинами или вообще хитрым разводом». Но кто думает о здравом смысле, когда буквально на глазах сбывается мечта? Фокс, наконец, нашел нужный документ. Им оказался длинный свиток плотного желтоватого пергамента. Брови сами собой полезли на лоб. Как архивный работник ошибиться в материале я не могла. Но само присутствие подобного предмета в обычной современной нотариальной конторе выглядело несколько неуместно. Ну, хорошо, согласна. Контора была не совсем современной и уж точно необычной. Но даже для таких условий шершавый пергамент с длинным списком имен и бурыми пятнами напротив каждого из них это было слишком. Розовые мечты о личной ванной быстро выветрились из головы, сменившись мыслями о лепах, телевизионных программах с розыгрышами легковерных граждан. Я поднялась. «Хорошо, я поняла. Где у вас тут камеры?» «Камеры?» Фокс оторвался от свитка и непонимающе уставился на меня. «Вообще-то внизу в подвалах, а что?» «Очень хорошо», — кивнула я. «Туда я не пойду». «Так вас и не приглашают?» — еще больше удивился Рыжий. «Но сюда же пригласили!» — злофыркнула я. «И кому я этим обязана?» «Я же вам уже объяснил», — терпеливо как маленькому ребенку начал говорить Фокс. «Ваша двоюродная бабка по материнской линии завещала». «Да нет у меня никакой бабки!» окончательно обозлилась я. «Так, подождите», — насторожился Рыжий. «Вы, Секлетинья Ивановна?» «Да, и что это меняет? Если у меня дурацкое имя, то я идеальный кандидат на роль клоуна в какой-нибудь идиотской постановке?» «Вы, должно быть, не поняли меня», — прозрел Фокс. «Подбором актеров для театра мы не занимаемся. Я, конечно, могу порекомендовать вам...» «Да вы что издеваетесь?» — взорвалась я. Расставаться с розовой мечтой было очень неприятно, но Секле достаточно. Я повернула голову и увидела ряд матовых пуговиц на расстоянии двадцати сантиметров от своего носа. Хозяин этой съемочной площадки почти у нас своим вниманием. Пришлось потратить какое-то время, медленно скользя взглядом по широкой груди, темному галстуку, булавке с каким-то драгоценным камнем, обвитой венами мощной шеи. Тогда, когда уже казалось, что задрать голову еще выше я просто физически не в состоянии, мне, наконец, удалось посмотреть новому актеру этого театра абсурда в глаза. Два серых камешка. Вот и все, что я увидела. Даже у мраморной статуи во взгляде было бы побольше эмоций. — Секлетинья Ивановна, вас никто не разыгрывает, — власно заявил он. — Вы являетесь наследницей особняка врата и прилегающих территорий. Вы принимаете наследство? — Ну, если это правда дом и без долгов, — разом растерял ей весь свой боевой настрой. — Никаких долгов, отличный особняк, — засуетился Фокс. Но я его почти не слышала, как кролик на удава, глядя на хозяина кабинета, который даже представиться не потрудился. — Ну, если так, тогда, наверное, да, принимаю. — Вот и отлично! — встрепенулся Фокс, и в следующую секунду я увидела удаляющуюся спину седого великана. Вот здесь капельку крови. Специфика такая с тех пор, как врата существуют. Инструмент одноразовый, не беспокойтесь, и все формальности закончены. — Мракобесие какое-то! — проворчала я, наблюдая, как он выдавливает из моего пальца алую каплю. Кровь упала на старинный пергамент, и у меня в глазах на мгновение помутилось. Я сморгнула, уже чувствуя, что вокруг что-то неуловимо изменилось, но еще не понимая, что именно. Заметила только, что странный документ со стола исчез. Впрочем, задуматься об этом мне не позволило. Да я и сама не очень стремилась. Внутренне я готовилась противостоять этим странным юристам, когда мне начнут совать в руки ручку. «Самое главное — ничего не подписывать, пока не увижу, что мне там завещали», — как мантру мысленно твердила я. Результат такого однобокого отношения не заставил себя ждать. Я помнилась, когда передо мной распахнулась дверца машины, приглашая выходить. И то мозг заработал лишь потому, что из салона открывался чудный вид на то самое заброшенное кладбище. Рыжий фокс со слащавой улыбочкой склонился, подавая мне руку. «Прибыли, Секлетинья Ивановна!» Я неохотно выбралась из ставшего вдруг безумно уютным салона и огляделась. Ничего, хотя бы отдаленно напоминающего обещанный особняк в обозримом пространстве, не наблюдалось. Не считать же за таковой видневшейся закованной решеткой покосившийся склеп. Рядом уже озирался бир, а с другой стороны, с водительского места выскользнул хозяин от реальной конторы, чье имя мне так и не сказали. Сейчас они оба меньше всего походили на радушных хозяев. Хищники перед броском. В крайнем случае, секьюрити из какого-нибудь блокбастера. Но уж никак не адвокаты, привыкшие все споры решать словами. Только Фокс продолжал влучиться услужливостью. «Добро пожаловать домой!» Подхватив меня под локоть, Рыжий с видом радушного хозяина обвел рукой печальный пейзаж. «Вот ваше царство!» «Вы шутите, я надеюсь!» — прошипела я, покосившись на кладбище. «Ничуть!» — сверкнул в улыбке белоснежными зубами Фокс. «Входите, и все поймете. А что не поймете, я с удовольствием объясню, если вы позволите мне войти». Переваривая двусмысленные фразочки, я поглядывала на улыбающегося мужчину и пыталась понять, что же мне не нравится. Он обернулся, настойчиво подталкивая меня к некогда красивым, а теперь ржавым воротам. «Ну что же, вы секретине, Ивановна!» Солнечный зайчик скользнул по приторной улыбке, и тогда я сообразила. Зубы! У Рыжего были мелкие, острые, совсем нечеловеческие зубы с выдающимися клыками. Запоздала, удивившись, как умудрилась не заметить этого раньше, я уже открыла рот, чтобы завизжать, и тут... Тут события завертились с такой скоростью, что орать не стало некогда. Громко хрустнула какая-то ветка в кустах за машиной. «Лис, шевелись!» Полголоса рыкнул седой, пригибаясь. Улыбка мгновенно слетела с лица Рыжего, сменившись звериным оскалом. Он схватил меня за руку и, не заботясь о такой мелочи, как вежливость, потащил к ржавым воротам. Я попыталась вырваться, но куда там? Такое ощущение, будто предплечье зажали в тиски, а тиски прикрутили к паровозу. Или быстро, очень-очень быстро, перебираешь ногами или собираешь мордой все крестные кочки. Оставив бесплодные попытки высвободиться, я обернулась, чтобы позвать на помощь, но крик застрял в глотке. У машины разгорелась настоящая битва. Седой и Бер, прикрывая друг друга, отбивались от десятка нападавших самой разнообразной наружности. Тут были байкеры в кожаных куртках с цепями в руках, оборванцы, сильно смахивавшие на бомжей, и высокая бледная девица, словно сошедшая с обложки журнала. Впечатление не портила даже бейсбольная бита, с которой она обращалась очень умело. На моих глазах огромное ручище Бера с гадким хрустом повисло плетью. Впрочем, уже в следующую секунду он вырвал деревяшку из тонких намерникюренных пальцев и с треском сломал отчью-то голову. — Быстрее! — подгонял Фокс, тоже оглядываясь через плечо. — Положите руку на ворот, а они вас пропустят. Ни в коем случае не выходите, пока мы не вернемся, и никого не приглашайте внутрь. Он буквально швырнул меня на ворота. Чтобы не впечататься лицом в ржавые завитушки, я рефлекторно выставила вперед ладони, но под пальцами не оказалось даже намека на преграду. Что-то сверкнуло, едва не ослепив меня, и я с запоздалым визгом кувырком полетела куда-то вперед.